Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и это новые ответы разработчиков Out of Tanks. Самая интересная и свежая информация по нашей игре. Итак, и сегодня мы начнем со слухов и новостей. В общем, как вы помните, ребятки, какое-то время назад появилась информация по новому прем СТ 8 уровня Panzer 58. И не было понятно, за что его будут выдавать или продавать. Так вот, какое-то время назад по новостным пабликам прошла инфа, что все-таки его на Новый год за какой-то там марафон давать не будут. Но опять же, сейчас, ребятки, появилась инфа, что Panzer 58 Mutz все-таки будут давать, но за какие-то особенные новогодние активности. Это, конечно, ребятки, пока что инфа не подтвержденная, но вполне реальная, ведь все-таки танчик есть и за что-то кому-то его выдавать надо. Также, ребятки, поступила еще одна интересная информация с супертеста. Те, кто качает немецкую ветку ПТ-САУ, порадуют, что Як-Панцеру 4 дали новое орудие. Это 75-мм ПАК-41. Оно не обладает такой хорошей альфой, как, например, 88 мм, да, у которой альфа 220, но зато пробитие 157, и это, конечно, получше, чем 132. В общем, кому-то, возможно, оно придется по душе. Также, ребятки, супертеста дошла инфа, что карта Затерянный Город, которая раньше была только в киберспорте и в спецрежимах, появится она в случайных боях, но с ограничением до 8 уровня. Хотя, ходят слухи, что могут ограничения и снять. То есть, вот эта вот прекрасная карта, которая, на самом деле, очень неплохая, и мне лично она нравится. Она напоминает нечто среднее между Энском и, возможно, Аэродромом, не знаю. В общем, эта прекрасная карта появится в рендоме, и это, ребятки, хорошо, как по мне. Ну и, ребятки, стала известна информация про самый главный новогодний подарок от World of Tanks, от Wargaming, это, конечно же, премиумный танк. В этом году это будет премиумный венгерский легкий танк третьего уровня 43М Толди-3. Дарить его будут с 25 декабря вместе с одним днем према. Ну, про него я, ребятки, про этот танк уже вам рассказывал, можете сами посмотреть сейчас характеристики. 64 пробития, что вполне неплохо, 45 урона. Точность, конечно, не очень 0.41, но достаточно быстрое сведение. Ну, в общем, скорее всего, просто обычный проходной танчик, ничего особенного, но и вряд ли, конечно, какой-то откровенный кал. Ну и из Супер Тесса появилась информация о новом премиумом тяжелом танке 8 уровня, который называется КВ-4 Креславского. Что он из себя представляет? Это, ребятки, обычный КВ-4, ну как, практически обычный, но с башней, которая очень сильно напоминает башню от КВ-3 и которая немножечко вынесена назад. Совсем самую малость. Что касается ТТХ, пушка такая же, как у КВ-4, 227 пробоя, 320 урона, точность, по-моему, такая же печальная, 0.36 и сведение 2.59. Подвижность, ну, в принципе, неплохая, 13 служебных сил на тонну, ну и количество ХП 1550. Конечно, основная фишка, как и у обычного КВ-4, должна быть броня. Тут броня, ну, вроде бы, по циферкам неплохая, 200 мм лоб, 125 борта, 180 лоб башни. Но, по факту, ребятки, скорее всего, будет немало каких-то слабых мест и, ну, не факт, что он будет танковать, а Татанчик, потому что в некоторых местах наклона, как вы знаете, практически нет. В общем, что я хочу сказать, ребятки, обычный КВ-4, тот еще кактус и, по-моему, является одним из самых ужасных тяжелых танков 8 уровня. А вот этот премиумный, ну, посмотрим, конечно, но ничего особенного я бы от него не ждал. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого премтанка, но, по-моему, будет достаточно такой вот унылый а-ля лаве геймплей. Также, ребятки, стало известно, что в World of Tanks вернется карта порт, но не на ПК-версии, а на World of Tanks Xbox, причем обновленная и со снегом. Там на Xbox продолжается переделка карт, и все меняется, меняется и меняется. Вот что говорят разработчики Xbox'а. Приближаются праздники, а с ними приходит и праздничное настроение. Ну, а какой же Новый Год без подарков и новых впечатлений? По такому поводу разработчики приготовили для вас две обновленные карты. Порт в снегу и Ления Зигфрида в войне. Вот так вот, ребятки, из-за непогоды работы в порту остановились, но теперь разгрузки, погрузки угрожают еще и танковая битва. Эта карта представляет собой большую индустриальную портовую зону, ряды фабрик и складок пересекают хорошие асфальтированные дороги. Плохо было бы захватить. Ну и вот, ребятки, сейчас вы можете видеть на своих экранах эти две новые карты. Это порт в снегу и Ления Зигфрида. При такой вот военной обстановке, что могу сказать, разработчики World of Tanks Xbox молодцы. Они даже некоторые карты, которые были удалены из основной ПК-версии, возвращают, добавляют спецэффекты. И Ления Зигфрида в такой вот военной обстановке смотрится, ну, вполне себе неплохо. По крайней мере, по-моему, глаза не вытекают, как это было на Руинберге в огне, как вы помните. Ну и последняя, ребятки, на сегодня новость, которая, опять же, рвет шаблоны и просто хочется прибежать в Минск, постучаться в дверь и спросить, ребятки, а почему не у нас? Это то, что разработчики World of Tanks на Xbox One ввели новый офигенный режим на Новый Год. Пока наши чуваки там в Минске непонятно чем занимаются, допиливают физику, звуки или что-то там еще, чуваки с Xbox рулят реально офигенно. Они реально рубят клевые вещи. В общем, Wargaming America подумали, посмотрели на ангар и сделали новогодний фан-режим. Режим будет представлен эксклюзивно для консольных танков, да, ребятки, только там. Для этого режима будет выдаваться специальный танк, переработанный с нуля. Режим называется Игрушечные танки, а поле действия является ваш ангар. Пока только на английском. На карте расположены другие игрушки, много подарков, а в центре есть елка. В общем, ребятки, можете сейчас посмотреть вот этот вот небольшой ролик, заценить все, что там показывается. И честно вам скажу, ребятки, выглядит это все просто мега круто. Это реально-реально клево. Это реально офигенно. Это мне напоминает какой-то старый мультик типа Игрушечной истории. В общем, молодцы, ребятки, реально молодцы. Это реально клевый режим. Почему у нас такого нет на Новый год? Ну, собственно говоря, вопрос, наверное, риторический. Ну и под конец, ребятки, нашего сегодняшнего выпуска, немножечко ответов разработчиков. Ведь все-таки именно так называется наша передача. У Шторма спросили, вы все-таки дорабатываете механизм работы подвески или нет, чтобы не было таких проваливаний гусениц под землю, как на моих скринах, спрашивает игрок. Шторм ответил, в какой-то мере да. В какой-то мере да. Интересный ответ. А в какой интересной мере да? В какой нет? В какой? Что такое вообще такое? В какой-то мере. Не понимаю. Возможно ли добавление на стандартную миникарту кругов обзора и видимости, как в XVM? Маркеры техники и луч добавили ведь? Спрашивают игроки. Шторм ответил, тут тема не про вопросы, а про предложения. Возможно. У всех наций, кроме Японии, есть по одному СТ-8 уровня и по одному ТТ-8 уровня, а у британцев нет ни того, ни другого. Речь, ребятки, видимо, про премиум СТ-8 и премиум ТТ-8. Есть ли в каких-нибудь архивах что-нибудь подходящее на роль ТТ и СТ Британии 8 уровня? Ну и желательно, конечно, льготы. Шторм ответил, пока без новых прем-британцев, но планы часто меняются, так что всякое может случиться. Дядя Миша, это как так всплыл польский танк 2 уровня? Расскажите, пожалуйста, польская ветка на стадии разработки? Очень интересно знать о польской ветке. Шторм ответил, пока ничего сказать не могу. Но судя по тому, ребятки, что Михаил не сказал нет, то, возможно, что-то там сейчас прорабатывается. Ну вот, ребятки, на этом и все немногочисленные ответы разработчиков. И под конец у нас просто ломающая информация. Стало известно буквально сегодня, что сейчас на супертесте World of Tanks тестируется, наконец-то, DirectX 11. Вот так вот, ребятки, ждали его просто 3 года и 2 миллиарда долларов, и, наконец-то, он появился. Конечно, главный вопрос, который у всех возникает, повлияет ли он как-то на картинку? Давайте посмотрим вот на эти скрины. По скринам, в принципе, все то же самое, что в обычных сейчас танках ПК-шных. Но, конечно, есть какие-то кое-какие незначительные изменения. Например, изменилось освещение. Вот, но, возможно, когда DirectX прикрутят более основательно, будут какие-то еще нововведения в плане графики. На этом, дорогие зрители, у нас все ответы разработчиков и новости на сегодня. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Чао, какао! Субтитры создавал DimaTorzok